Привет, гуглята! С вами Гугла. Площадью с республики Саха, Япония, а также еще 130 миллионов жителей отказываются утратить свою культурную собобытность в эпоху смартфонов и сверхскоростных пассажирских экспрессов. На первый взгляд Япония кажется страной конфликта, сохраняя традиции древнего прошлого и в то же время создавая почти пугающие футуристические технологии. Здесь простые суши-блюда подаются рядом с революционными деликатесами молекулярной гастрономии. Японская культура очень интересна, особенно для жителей Запада, многим из которых при слове «Япония» на ум приходят суши, сумо и самураи. Хотя эти три вещи и являются неотъемлемой частью японской культуры и истории, они лишь верхушка айсберга культуры этой страны и ее народа. Поэтому я расскажу вам про 27 фактов о культуре Японии, о которых вы, возможно, не знали. Китай славится своей любовью к чаю, а японцы больше любят кофе. Они потребляют около 85% кофе, выращенного на Ямайке. Уровень грамотности людей, которые умеют читать и писать, в Японии является одним из самых высоких в мире. Он составляет почти 100%. Многие считают, что причиной этого является строгая система образования в Японии. Уровень безработицы в Японии составляет менее 4%. В Японии существует 4 различных системы письма. Ромадзи – транслитерация японских слов латинскими буквами. Катакана – используется для записи слов, заимствованных из языков, не использующих китайские иероглифы, иностранных имен и научных терминов. Хирагана – используется вместе с канзи для записи японских слов. И канзи – иероглифы китайского происхождения. Японский национальный вид спорта – сумо. В 8 веке сумо зародилось как молитва о хорошем урожае риса, а затем превратилось в публичный вид спорта, в котором два спортсмена пытаются вытолнить друг друга за пределы круга или заставить коснуться земли любой частью тела, кроме стоп. Сумо – это живая японская традиция. Сумоисты следуют древним обычаям и носят старинную одежду. Бейсбол также невероятно популярен. Появившийся в Японии в 1870-х годах, этот вид спорта во многом напоминает свой американский аналог с небольшими различиями в размерах мяча, страйковой зоны и поля. Японцы без ума от торговых автоматов. Автоматы предлагают множество разнообразных товаров, включая пиво, чипсы, сырые яйца, жареную курицу и даже автомобили марки Smart. Помимо необычных торговых автоматов, существует кафе, которые выполняют очень специфические желания посетителей. Есть кафе, в которых клиенты платят, чтобы поиграть со щенками и котятами, а также есть кафе, в которых люди платят за то, чтобы вздремнуть с незнакомцем. Несмотря на то, что суши стали популярны во всем мире несколько десятилетий назад, они существуют гораздо дольше, по крайней мере, с 8 века. История возникновения суши берет начало в Южной Азии, где вареный рис стали применять для приготовления консервации рыбы. Очищенная и разрезанная на небольшие кусочки рыба посыпалась солью и смешивалась с рисом, после чего помещалась под пресс из камней, который через несколько недель заменялся крышкой. В течение нескольких месяцев происходил процесс молочно-кислой ферментации риса и рыбы, благодаря чему рыба оставалась годной к употреблению в течение года. Самая популярная рыба для суши в Японии это лосось, красный тунец и тунец средней жирности. Самые дорогие суши в Японии можно найти в токийском ресторане Сукия Башихиро, где 15-минутная трапеза обойдется вам в 300-500 долларов. Это примерно 19-32 тысячи рублей. Также в Японии популярна конина. Самый популярный способ ее подачи это сырые и тонко нарезанные ломтики, которые называются басаси. Их обмакивают в соевый соус и едят с имбирем. А самые храбрые могут попробовать мороженое со вкусом басаси, которое, что неудивительно, не очень популярно. В России чавкать во время поедания супа или лапши не принято. Но в Японии чавканье рассматривается как комплимент человеку, приготовившему блюда. Так что чавкайте здесь на здоровье. В Токио расположен рыбный рынок Цукидзи, который является крупнейшим оптовым рынком рыбы и морепродуктов в мире. Существует внутренний и внешний рынок. Внутренний рынок торгует морепродуктами по оптовым ценам. А на внешнем рынке расположены оптовые и розничные магазины, торгующие кухонными инструментами, морепродуктами и суши. Одним из наиболее опасных видов морепродуктов, которые подают в Японии, является рыба-собака или фугу. Шеф-повар должен обучаться в течение 11 лет, чтобы ему было разрешено готовить эту рыбу. На финальном экзамене он должен съесть приготовленное им собственноручно блюдо и звуку. При попадании в организм, содержащий яд части рыбы, у человека возникает головокружение, тошнота и головная боль. После чего возникают проблемы с дыханием и, наконец, наступает смерть от удушья. Противоядия не существует, но пострадавшего можно спасти, немедленно промыв желудок, накормив активированным углем и подключив к системе искусственной вентиляции легких. Япония занимает второе место в мире по количеству самоубийств, уступая только Исландии. Количество самоубийств здесь составляет 0,50% на 100 тысяч человек. Япония – родина 18 лауреатов Нобелевской премии по химии, медицине и физике. Аниме в Японии невероятно популярно, и японские анимационные фильмы составляют около 60% мировой анимации. В стране также есть около 130 школ по озвучиванию аниме. В то время как чавканье во время поедания супа приемлемо, сморкание на публике порицается. Большинство людей знают, что в Японии перед входом в дом нужно снимать обувь. Это разумное и привычное для нас требование. Японцы не любят, чтобы пыль и грязь с улиц заносилась в помещение. В большинстве домов есть небольшой вестибюль, называемый гэнкан, где нужно снять обувь и обуть тапочки. Тапочки для гостей часто есть в наличии. Обратите внимание, эти тапочки следует снять и остаться в одних носках, когда вы входите в комнату с татами. Если западный человек ведет себя неподобающим образом, ругается и оскорбляет людей, но не выходит за рамки закона, он может чувствовать себя в безопасности. В Японии же поведение человека, манеры, следование этикету равнозначно морали. Неумение следовать общепринятым нормам может привести к очень тяжелым социальным последствиям. В понятие морального поведения могут входить даже такие, казалось бы, незначительные вещи, как правильно отмеренный поклон. Поэтому мало того, что японцам приходится внимательнейшим образом следить за своим поведением и речью, они к тому же боятся брать на себя ответственность, подписывать договоры, говорить четко и однозначно, потому что каждое из этих действий может потенциально привести к потере лица. Невербальное общение является важной составляющей культуры Японии. Поцелуи, рукопожатия и объятия, характерные для русской культуры, не получили распространения в Японии. В Японии физический контакт считается невежливым и даже оскорбительным. При первой встрече японцы кланяются собеседникам, причем человек, занимающий самое высокое положение, лишь слегка склоняет голову, а тот, чей статус является самым низким, кланяется гораздо ниже. На первой встрече происходит обмен визитными карточками, так что все участники встречи сразу же понимают статус друг друга и могут определить глубину поклона. Япония входит в число мировых лидеров по продолжительности жизни. Создание условий для обеспечения долголетия своих граждан безусловно характеризует общество с положительной стороны. Однако в случае с Японией мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию со старением общества в невиданных доселе масштабах. Уже сейчас каждый четвертый японец это пожилой человек старше 65 лет и в будущем ситуация будет лишь усугубляться. Быть вегетарианцем в Японии практически невозможно. Местная кухня не предполагает, что люди могут не употреблять мясо. Во всех блюдах всегда есть ингредиенты животного происхождения. Даже обычная лапша, как правило, варится на мясном бульоне. Поэтому если блюдо выглядит вегетарианским и в нем вроде бы содержатся только овощи, все равно, скорее всего, при его приготовлении пострадали животные. Существует много тонкостей, связанных с первым знакомством с японцем. По правилам человек обычно ждет, когда его представят, поскольку считается невежливым представиться самому. Для иностранцев приемлемо просто пожать друг другу руки при встрече. Но японская традиционная форма приветствия – это поклон. Японские манеры за столом Во многих ресторанах вам принесут мокрое полотенце, когда вы сядете за стол. Воспользуйтесь им для очистки рук, затем сложите его и отложите в сторону. Не стоит пользоваться им для умывания лица и шеи. Перед тем, как начать есть, произнесите «Итадакимасу» в знак признательности хозяину дома и богам за предоставленную пищу. Это своеобразное приятного аппетита по-японски. Не стоит поливать соусом еду, особенно простой рис. Вместо этого налейте небольшое количество соевого соуса в чашу и окуните в него еду. Вы всегда сможете добавить еще соевый соус в чашу, но не стоит наливать много. Стоит скушать все положенное на тарелку. Это хороший тон японского этикета. Вставать из-за стола следует с фразой «ГОЧИ СОСОМА» Это выражение благодарности тому, кто организовал обед – повару или хозяину дома. При этом сказать заветную фразу необходимо даже в том случае, если человек, к которому она предназначена, не слышит ее. В Японии регистрируется по полторы тысячи землетрясений в год. К счастью, большинство из них всего лишь слабые подземные толчки. Но и страшные разрушительные землетрясения здесь тоже бывают. В прошлом это приводило к гибели тысяч людей и ущербу на миллиарды долларов. В Японии многие улицы не имеют названий. Каждому кварталу присваивается уникальный номер. Эта цифра и служит адресом. Промежутки между блоками улицы остаются без названий. В Японии обычно говорят «Я живу во втором блоке» или «Я работаю в тринадцатом блоке» вместо «Я работаю на улице крокодилов» или «Живу на банановом проспекте». На этом все, друзья. Какая из традиций японцев вам понравилась больше всего? И какую бы вы хотели ввести у нас в стране? С вами был Гуглов. Увидимся в новом видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok